Добро пожаловать на просмотр видео на ваших экранах Soviet Car Classic. С вами я, Данич, и сегодня будет обзор новой игры от известного разработчика Moab. Вчера у них как раз-таки вышла эта игра, и так скажем, это будет сейчас первый взгляд этой игры. Заранее, говорю, ссылочка на неё уже в описании, поэтому переходите и скачивайте. Что ж, ну а начнём мы по традиции с менюшки игры. Значит, заходим в настройки. Здесь мы можем поменять качество графики, то есть здесь от Very Low, то есть от самой низкой до прям ультра настроя графики. Также есть плотность растительности, ну тут написано в скобочках для мощных устройств. Но я, пожалуй, не буду это делать, потому что я бы не назвал свой телефон прям мощным устройством. Что ж, в управлении у нас есть много типов управления, должен сказать, это руль, джойстик, кнопки и акселерометр. Поставлю акселерометр. Что ж, сохраняем настройки и выходим от седа. Что ж, здесь есть такая функция, которой нету даже в играх на ПК. Это техподдержка. Вы спросите, блин, а с чего бы её там нету-то? Ну, во-первых, она есть не в самой игре, а где-то на сайтах, разработчиков и так далее. Здесь просто прям в менюшке эта кнопка, ты её нажимаешь и все твои вопросы, которые ты, ну, не твои именно, а часто задаваемые вопросы, все тут. И ответы на них тоже. Всё понятно расписано. Но если у вас какие-то ещё остались вопросы, то там, вон, почта разработчика есть. Также есть кнопка выхода и начать. Ну, нажмём кнопку начать, потому что, ну, видео, не будет видео, потому что если я нажму выход. Что ж, выбор автомобиля, их здесь тоже достаточно много. Легковушки есть, головастик, ну, УАЗик, вот этот бортовой ГАЗ и Карус Гармошка. А также четыре машины восточного БГОКа, но они открываются за донат. И из донатных машин мы покатаемся на как раз-таки вот этом грузовичке. Кстати, пишите в комментариях, что это за грузовик, я думаю, многие его узнали. Ну, а тут у нас есть ФИАТ. Кстати, прикольная машина. Что ж, появились мы на таком вот складе. Нужно нам сейчас отвезти груз, получается. Что у нас, в принципе, можно делать в игре? Во-первых, меняется камера. Кстати, за ним оценим качество грузовика с салона и снаружи. Ну, тут на пять с плюсом для телефона всё сделано. Прям придраться не к чему. Всё суперски. Даже руль идеально ровный. У нас появилась новая функция. Это функция открывания дверей. Причём они открываются со звуками и закрываются тоже. Можно выйти из грузовика и походить. У нас есть такие вот два удобных джойстика. Один отвечает за ходьбу персонажа. Второй отвечает за камеру персонажа. Очень удобно. Также мы можем вызвать такую вот панельку с освещением. Есть возможность включить аварийки. Левый поворотник, правый поворотник и свет. Причём два типа. Вроде ближний, дальний, да. Два типа света. Что ж, убираем эту штуку. Можно загрушить и завести двигатель. Вы, наверное, думаете, что сзади триггер предназначен для того, чтобы взять груз. Но нет, это не для этого. Знаете, для чего он нужен? А нужен он для того, чтобы, во-первых, мы в него заехали уже в кои-то веки. И взяли прицеп. Да, спавнится прицеп. Мы можем цеплять прицепы к нашим грузовикам. Это просто замечательно. Всё, мы его цепляем. Сейчас возьму телефон поудобнее в руки. И мы с вами возьмём какой-нибудь груз. Там, я насколько помню, продукты. А чуть подальше именно какие-то вещи. Кстати, вот такой вот прицепчик на самопал похож. Ну, то есть, не серийного производства, а сделанный собственноручно, так скажем. Ну, и сейчас нужно проявить свои навыки, мастерства заезда в узкое помещение задом. Ну, я в Евротрек очень часто играл, поэтому для меня это абсолютно нисколько несложно. Тут такие ящики ещё стоят. Ну, я думаю, мы легко и просто справимся. Здесь ещё камера иногда так разворачивается. Не очень удобно. Приходится её заново выравнивать. Вы, кстати, не обращайте внимания, что я говорю у нос, так как я снова заболел. Оставлять вас без видосов мне вообще не хочется. И уходить на целую неделю с Ютуба тоже. Это отвратительно немного, поэтому буду так снимать. Вот, мы можем выбрать два груза. Точнее, пункт назначения, а не два груза. Либо в пригород, либо в отель пригород. Ну, пусть просто в пригород. И у нас загружаются вот такие ящики. Что ж, ну и всё. Мы их везём из пункта А в пункт Б. Я не вижу, честно говоря, смысл показывать это на видео, как мы повезём. Я предлагаю сразу сейчас переместиться в донатный грузовик и посмотреть, как он выглядит. А чуть позже мы переместимся в донатную легковушку и прокатимся по городу. И, кстати, касаемо легковушки, там есть одна очень интересная деталь. Поэтому не переключайтесь, я вам очень эту вещь интересную как раз-таки покажу. Что ж, ну и вот этот грузовичок. В принципе, он выполняет ту же самую роль, что и газик. Просто я его взял, потому что ни в каких других играх я его, честно говоря, не видел. Этот грузовичок, он меня прям порадовал. Что ж, цепляем прицеп. Кстати, прицеп тоже отличается. Он побольше, сам грузовичок подлиннее. Вот. По салону тоже всё очень круто сделано. Ну, тут немножко дверные карты похуже сделаны, должен сказать. А так, в принципе, грузовик сделан тоже достаточно хорошо. Что ж, как вы заметили, мы заспавнились далеко не на складе, а в городе. Во-первых, передние две двери тоже открываются. Ну, и помимо этого открываются и две двери задние. Ну, что, в принципе, логично. Опа, мы тут немножко не влезли в сиденья. Ну, ладно, игре ещё только день. Я думаю, её пофиксят. Что ж, поменяем камеру. От первого лица сделано просто всё бомбически. Мне тут всё прям нравится. Моделька выполнена очень хорошо. Ну, я думаю, вы сами это понимаете, что здесь выполнено всё просто суперски. Что ж, ну и сейчас, это, кстати, не всё было. Самое интересное нас ждёт вот в этом триггере. Нужно сейчас назад отъехать. О, открываются двери, получается, у гаража. И мы можем заспавнить прицеп и багажник на крыше. Всё, у нас прям дедовский фиат. Получился, цепляем прицеп и поехали кататься по городу. Кстати, следы тоже за машиной идут. Выглядит это довольно натуральненько всё. Вот мне этот фиат очень понравился. Вот за донат я прям бы его бы купил. А, ну я его и так купил. Вот, ну что ж, ладно. Выезжаем в город. Единственное, не совсем понятно, кто украл дорогу. Кто давал разрешение на это. Но у нас вот получается сейчас время Советского Союза. У нас здесь флаги висят. Ого, ничего себе, даже анимированный флаг. Вот это круто, конечно, должен сказать. Прям порадовало меня. Вот разработчики этих игр выкладывают новые игры. И в каждой игре что-то новое да появляется. Это не может не радовать. Ну, по городу должен сказать, что, возможно, где-то не хватает во дворах тротуаров. Потому что, вот смотрите, так же стоит дом, а к нему никакого подъезда нет. Ну, просто стоит и стоит. Вот, по маппингу бы это бы, желательно было бы доработать. Это даже не то, что я придираюсь, а, ну, сами подумайте, вот этот же склад. Смотрите, к нему дороги, можно сказать, практически вообще нет. Просто вот условно вот так вот доехать можно и всё. Ой, какой кайф я ловлю с этого Fiat. У него даже, смотрите, подвеска есть. Да и не только у него. В принципе, у машин в этой игре есть подвеска. Кроме машин, здесь ездят поезда, да. Ну, я видел товарняк, ездил, вот, 2Т10М с тремя вагонами или двумя, не помню уже. Это пост ГАИ. Да, здесь можно РПшки всякие снимать. Кстати, смотрите, туда даже зайти можно. Есть лесенка. Ну, вот, говорю, здесь, видите, дороги-то как-то высоко идут. ЖД переезд тоже. Ну, я думаю, вот, с маппингом нужно было бы ещё поработать. Потому что, ну, сами понимаете, вот, опять же, там какая-то деревушка, туда заезда даже нет. А так, вполне играбельно. Графика миленькая. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, меня немного занесло. Хо-хо. Вот это жёстко было. Смотрите, здесь даже трафик в деревню ездит. Ой, я застрял, по-моему. Так, ещё заметил здесь какую-то автомастерскую, в которой всё проделано. Посмотрите, там даже можно подняться по лестнице. Здесь стоит какой-то кран. И сейчас посмотрим, что же там можно сделать. Ого, ничего себе. Волга, Волга, давай-ка заедем на эту штукенцию и встанем. О, по красоте прям встал. У нас, ого, тут прям вот так можно трансмиссия, прям всё с ней поработать конкретно. То есть, передний развал, задний развал, сила упругости, пружин даже. Что же, цвет можно поменять. Ну, их тут несколько. Белый. Не, мне красный нравится, потому что, когда выбираешь красный, здесь остаётся белой крышей. И выглядит он очень прикольно. Конфигурация. Привод задний-передний. О, можно полный привод даже сделать. Можно полностью починить авто. Поменять тормоза и порог сцепления поменять. Колёсам. Смена колёс. О, ничего себе. Вот это что-то новенькое. Это однозначно что-то новенькое. Такого я не видел никогда практически. Вот сейчас бы я, наверное, увеличил бы немного колёса, но, наверное, это сделать, да, нельзя. К сожалению. Что ж, у нас такие сейчас диски лаурайдерские получились. Я, честно, вот вообще случайно на это место наткнулся. Я не знал, что оно здесь существует. Всё, это, знаете, вот это здесь местный West Coast Customs. Мы прокачаем твой этаж. Что ж, я думаю, можно подводить итог. Игра вполне играбельная. Мне, в принципе, понравилось. Играть можно. Особо никаких багов я не заметил. Под текстурой мы не проваливались. Всё нормально, на приличном уровне. Машины есть, их достаточно много. Миссии есть. Сами машины, что в салоне, что снаружи, сделаны очень и очень приятно и хорошо. Но по карте я считаю, что нужно ещё поработать. Например, с этими же дорогами. Вот, например, эта же деревня. Ну, где нету ни одной дороги. Я считаю, что это нужно исправить. Что ж, своё мнение об игре пишите в комментариях. На этом всё. Всем удачи. Встретимся в следующем видео. Или на стриме. Субтитры сделал DimaTorzok